Поприветствуем Олега. Сразу видно, мои ребята приехали. Друзья, всем привет. Меня слышно? Хорошо работает эта штука. Спасибо. Меня зовут Ундайкин Олег, я технический директор компании Merion Networks. В первую очередь хочу сказать спасибо ребятам из Voxling за организацию этого мероприятия. Очередной раз мы можем собраться все вместе. Давайте поаплодируем. Кстати, сегодня у Сережи Грушков день рождения. Говорить мы с вами будем про будущее контакт-центров, о том, как компании в будущем будут прокачивать лояльность своих клиентов, будут создавать некие новые пространства для коммуникации со своими потребителями. А именно мы поговорим про чат-боты. Я на цифрах, ресерчах и социальных кейсах постараюсь вам доказать, что в контакт-центре будущего будет все меньше и меньше голосовых приложений, то есть классических voice over IP приложений, и все больше операторы будут отходить на второй план. А также уберутся CTI-приложения стандартные, которыми мы пользуемся, Computer Telephone Integration. Сначала мы поговорим про тренды, про какие-то характеристики поколений, немножко будет прикладуха, потом поговорим про машинный интеллект, машинное обучение, искусственный интеллект и заберемся им под капот. Окей. Вообще чат-боты это достаточно хайповая история, даже несмотря на то, что сам хайп по себе уже немножко подугас. Компании абсолютно разных масштабов внедряют чат-ботов, начиная от крупного энтерпрайза, например, банки, здравоохранения, Гасуха, где чат-бот решает действительно какие-то конкретные проблемы. Он позволяет сократить косты на операторов, автоматизировать какие-то рутинные задачи, так и до маленьких организаций, таких как e-commerce платформы, какие-то турфирмы, где роль чат-бота в меньшей степени сводится к тому, чтобы срезать косты на операторов, а в большей степени выглядеть более технологичным перед более аналоговыми конкурентами. Зайдем немножко издалека и поговорим вообще про то, как крупные компании, такие как Яндекс, Амазон, которые уже давно бы раздят просторы машин-лернинга и артификал интеллигенс. Мы поговорим про разные девайсы, в том числе Zero UI девайсы. Это девайсы, которые не имеют интерфейса как такового, привычного нам, который мы видим глазами, так и уже про внедренные чат-боты. Погнали. Первое — это Алиса. Алиса — это некие мозги, которые живут в экосистеме Яндекса и помогают решать нам пользовательские сценарии. Они есть почти в каждом приложении, и в том числе в каких-то хардварных устройствах, например, в Яндекс.Станции. Кстати, Яндекс.Станция есть у меня дома. Очень классная штука. Она позволяет закрывать какие-то сценарии, напомнить что-то, поставить будильник, даже в том числе заказать нам пиццу. Можно через конкретные навыки. Кстати, важный параметр. В октябре 2018 года Яндекс отчитался, что доля голосовых запросов через приложение Яндекса была 20%. Это достаточно немало. Помимо обычных пользовательских сценариев, Яндекс умеет решать и бизнес-задачи. Это реализуется с помощью платформы Яндекс.Диалоги. С помощью них вы можете связать жителя экосистемы Яндекса со своим бизнесом с помощью навыков. Кстати говоря, у Алисы МАУ, параметр Monthly Active Users, то есть количество активных пользователей в месяц, составляет 35 миллионов человек. Это достаточно большая цифра. Подумайте, сколько среди них ваших потенциальных или текущих клиентов. Идем дальше, отойдем в более бизнесовую плоскость от пользователей сквозь сценария и поговорим про Амазон. Вообще, ребята из Амазон, на мой взгляд, круче всех умеют монетизировать свои внутренние технологии и продавать. То, что они разрабатывали под себя. Так и Амазон Лекс. Это некий фреймворк, некий интерфейс, который живет внутри умного помощника. То же самое, что Алиса, который называется Алекса. Они начали его продавать. Это некая комбинация алгоритмов NLU, Natural Language Understanding, или как он еще называется, Natural Language Processing, обработка естественного языка, и механизмов распознавания речи и синтеза речи. Как говорят ребята из Амазон, очень классная штука закрывает такие потребности, как смена пароля, бронирование встречи с человеком и так далее и тому подобное. Кстати говоря, про безопасность таких систем скажу про опыту. Я был участником проекта, в котором внедрялся чат-бот в банк, и проблем с безопасностью на самом деле нет никаких, потому что чат-бот очень органично вписывается в инфраструктуру банка и, например, интегрируется с привычной OTP-авторизацией, авторизацией по одноразовому паролю. Либо в процессе коммуникации с ботом запрашивается какая-то ссылка, пробрасывается сквозно ГУИД. В этом нет никаких проблем, это является нативной частью этого процесса. И самое интересное, это третий кейс, который я хотел бы рассмотреть. Это чат-бот умный помощник Олег. Дальше будет небольшое видео, я его покажу. Облег — это некие мозги, которые живут в Тинькофф-банке. Его недавно запустили. Кстати, ребята, по-моему, отсюда здесь есть, которые делали голосовые приложения, насколько я знаю. Неважно, он помогает вам забронировать билеты, перевести деньги друзьям и так далее. Что прикольно, людям очень нравится общаться с умным помощником, потому что можно схватить очень неплохую ответочку. Так недавно на старте, когда только был запущен Олег, пользователи могли, попросив сотку взаймы, получить очень неплохой ответ. Коллеги, включите, пожалуйста, видео, которое я присылал. Может кто-нибудь? Там вот идет человек, я вижу. Он идет неспешно. Ага, вот он сел. Во! Посмотрим небольшое видео. Я надеюсь, оно воспроизведется, и со звуком будет все классно. Ну-ка. Видео не в презе, видео отдельно, да. Отдолжи сотку. Так. Не хочет? Сейчас, сейчас, все будет, будет, будет. Давай. Если что, у меня есть скриншот этой переписки, это достаточно весело. Кто-то знает про этот кейс, я так понимаю, да? Это Олег там? Да, это мой помощник Олег внутри Тинькова. Сейчас, сейчас, сейчас. Это минутное опоздание. А видео в презе, оно очень криво вставилось. Оно, скорее всего, не запустится. Так. Юра, ты поменял там резолюшн? Давайте попробуем. Посмотрим, как оно будет. Конечно. Хорошо, что оно короткое. Отдолжи сотку. Ну, пусть будет звук. Пососите, потом просите. Вот, собственно, примерно так. Мог ответить бот на старте. Пососите, потом просите. Да. Это дословная цитата. Это польский бот. Пососите, потом просите. Да, то есть смысл этого... Курва. Вот, это абсолютно реальный кейс. Так и было. Вот я привел дальше. А, сейчас я вернул свою презентацию. Это ведь главный банкир страны, сказал я. Ну, надо было у Григория узнать. Как переводится? Как переводится, я догадываюсь. Мы с вами в кулуарах поговорим. С польского языка. Сереж, что-то... Сейчас она живет. Сейчас она живет. Окей. Вот, собственно, там, к сожалению, не воспроизвелся видеофрагмент. Но это не важно. Самое главное – это аудио. Пока грузится моя преза. Я хочу поговорить. Помимо фана, это весело и забавно, в этом есть две ключевых характеристики. Бизнес-метрики, которые это повышает. Первое, о котором хочется сказать, это retention. Это вовлеченность пользователя в этот процесс. Когда бот дает вам неплохую ответочку, и вам интерактивно и весело с ним общаться, пользователь вовлекается в экосистему, все больше пользуется продуктами банка. Ему это весело, азарт, фан, даже некие элементы геймификации, которые вовлекают пользователя, повышают его retention. А второе... Преза не хочет грузиться абсолютно. Ну, мы подождем. Второе – это виральность. Виральность – это естественная распространяемость такого контента. Я нашел это, и вот коллеги, я видел, смеялись, наверняка тоже об этом виделись. Это очень классно завирусилось. Это естественная распространяемость. Помимо прочего, это повышает узнаваемость бренда, его упоминаемость и так далее. Это очень классная штука. Вот, собственно, да, скриншот, который там был. Это было абсолютно в приложении. Вот, собственно, вообще на рынке чат-ботов стоит три основных проблемы, три барьера, с которыми люди обычно взаимодействуют. Первое – это то, что технология бесполезна, рынок не готов к этому. И третье – то, что этим пользоваться никто не будет. Если первые две проблемы, в принципе, мы с вами обсудили, то, что рынок не готов, технология бесполезна, есть конкретные внедрения, IT-гиганты уже это внедряют, то про третий пункт, то, что никто этим пользоваться не будет, я хочу поговорить поподробнее. Начну немножко издалека. В 2011 году в Британии впервые было зафиксировано падение роста. Падение роста немножко не совсем корректно сказано, но anyway, падение голосового трафика на 10%. Исторически он рос всегда. Было замечено в 2011 падение. Аналитики начали исследовать, начали смотреть, почему это случилось. И при более детальном когортном анализе увидели то, что основная группа, драйвер этого падения – это люди в возрасте 16-24 года. Трафик упал. И 16-24. Вот моя прядка подгрузилась. Едем дальше. Масло в огонь подлил государственный медиарегулятор компании Avcom. Это некое управление телекоммуникациями в UK, которые сообщили, что в группе, в когорте 16-24, 96% этих пользователей пользуются мессенджерами каждый день. Окей, кто же такие эти ребята в возрасте 16-24? Говоря терминами поколения, это так называемое поколение Z. Вот эти вот ребята. Это люди, рожденные с 96 по 2012 год. Либо поздние Z, как еще называют люди, рожденные после 2000. И что самое интересное, это платежеспособная категория, которая подрастает и будет потом клиентами. Сейчас мы о ней поговорим чуть-чуть поподробнее. Вообще тенденцию к цифровизации задали мы с вами. Это миллениалы. Кстати, есть в зале кто-то, рожденный позже 96? Круто, вас мало. Задали миллениалы. Колик здесь большинство. Это люди, рожденные с 81 по 96 год. Поднимите руку, который родился в этот тайм-слот. Ребята, вы проиграли. Извините. Собственно, мы задали эту тенденцию, к коим и я отношусь тоже, к цифровизации, но эти ребята подхватили еще более конкретно. Я хочу выделить три характеристики, которые характеризует поколение Z. Первое. Это поколение называют самое ориентированное на успех. Его еще называют Most Success Oriented Generation. Объясняется это разными вещами. Эти люди росли в процессе рецессии, террористических актов, каких-то политических моментов и так далее. Они смотрели на своих родителей и видели то, что им трудно, и тем самым они как-то хотели из этого вылезти. Масло в огонь подливали мы с вами, миллениалы, которые очень зациклены на карьере, и это действительно ресерчи показывают. Из этого пункта вытекает следующий пункт, пусть и весьма сомнительный для меня. Это многозадачность. Z очень любит одновременно делать разные вещи. Выкладывать фотку в Инстаграм, гонять словечки в Skyeng, смотреть обучающие видео на Ютубе, читать новости на Медузе и так далее. Это мнимая многозадачность придает им ощущение того, что они приближаются к своей цели по успеху. Третий фактор, самый главный, который влияет на тематику моего доклада абсолютно прямо, это поколение нативно в digital. Эти люди делают все абсолютно в своем телефоне. Они уже, на самом деле даже я слышал, что считается моветоном позвонить представителю поколения Z без предупреждения. То есть это некая такая характеристика. Они ищут пару в Тиндере, они ищут одежду в Инстаграме и так далее и тому подобное. Также есть еще несколько характеристик, которые я бы хотел тоже подчеркнуть. Кстати, исходя из этой характеристики, которая была озвучена до этого, представьте Z в рамках многозадачности, который хочет решить свою проблему с банком. Что он предпочтет? Он предпочтет позвонить оператору, висеть на линии и кинуть сообщение в любимом мессендже. Это важно, они выберут второе. Четвертая характеристика – конфиденциальность. Люди очень ценят конфиденциальность и защиту своих персональных данных, своей privacy. Они любят свое пространство. Из этого пункта вытекает еще следующее подтверждение тому, что чат-боты – это важно, цифровизация – это важно. То, что представьте Z, который едет, вот этот парень в Supreme, едет по центру, он едет в переполненном автобусе и звонит в банк. И оператор в банке просит его, назови свое кодовое слово. Он будет очень с конфьюжен называть его при переполненном автобусе и опять же предпочтет коммуникацию через телефон. Вот такие это ребята в кофтах Supreme Gucci и в кроссовках на высокой подошве. Дальше я предлагаю послушать, что говорят умные дяди из крутых компаний по поводу чат-ботов. Приведу конкретные цифры. Итак, в феврале 2018 года консалтинговая компания Gartner – это ребята, которые делают магический квадрант. Возможно, вы о нем слышали. Скорее всего, они разносят разных игроков по квадратам и говорят, кто в этой нише крут, а кто нет. Они отчитались, что по их прогнозу к 2020 году 20% клиентских коммуникаций, 25% прошу прощения, будут происходить через VCA так называемых. VCA – это Virtual Customer Assistant, то есть чат-боты. Вот такую цифру они назвали. Моя призвание переключается. Здесь переключается. Технический специалист на месте. Он показал большой палец. Ну, не все так хорошо. А, вот, нет. Он показал средний палец. Anyway, это просто цифра, которую я покажу. 25% по прогнозу Gartner будет через VCA. Джин Алварес – это вице-президент компании Gartner, один из вице-президентов, также доложил то, что уже более половины крупного интерпрайза – о, моя цифра подгрузилась – более половины крупного интерпрайза начали инвестировать в исследования чат-ботов в плоскости того, что диалог проходит через роботизированную сущность и в случае каких-то проблем эскалация происходит на оператора. То есть если что-то не получается, мгновенная эскалация. Я хочу привести цитату Джина, которую он назвал то, что с большим погружением в цифровые каналы у нас все больше и больше будет появляться VCA этих чат-ботов на мобильных приложениях, мессенджерах и так далее. Важные цифры. Gartner отчитался, что компании, которые уже инвестировали в виртуальных чат-ботов, в чат-ботов, виртуальных помощников, смогли сократить объемы обращений через традиционные каналы голос, телефон и прямая коммуникация с оператором на 70%. Немалая цифра. Из этой цифры вытекла другая. То, что они срезали косты на звонки, они срезали их на 33% в среднем. То есть это экономия денег, экономия времени, экономия операторов. Срезаются реальные деньги. Дальше. Компания Juniper Research. Это ребята из Juniper. Отчитались также. Еще в 2017 году они кричали то, что чат-боты – это геймченджер, это игрок, который изменит правила игры, в области банкинга и здравоохранения особенно. Так они предсказывают, что с 2017 года по 2022 год объемы итераций клиентских взаимодействий, которые проделаны через чат-боты, увеличатся с 12 до 75% в здравоохранении и 90% в банкинге будет к 2022 году через помощников, потому что задачи рутинные, они легко срезаются. Автор этого исследования Лоурин Фой приводит классную цитату и конкретные цифры. Они считают, что в области здравоохранения и в банкинге чат-боты сэкономят более 4 минут на один клиентский запрос, что и эквивалентно в бабле, хотел сказать, но почему бы не сказать. 50-70 центов. Очень неплохо, хороший срез. Также Лоурин добавляет то, что искусственный интеллект в конце концов приводит к тому, что мы все с вами потеряем работу. Это касается и автора, очаровательного автора исследования. И поэтому я предлагаю перейти к самому интересному, о том, как работают чат-боты, и посмотреть немножко подкапот к этим системам. А именно мы поговорим про обработку естественного языка, про natural language processing. Как его еще называют natural language understanding. То есть это обработка естественного языка. Вообще в мире есть некоторые проблемы, связанные с тем, что компьютеры очень здорово научились обрабатывать структурированные данные. Это данные, которые хранятся в таблицах, в конфигурационных файлах, в каком-то приведенном виде, в датасетах. Их с ними удобно работать, алгоритмы решают эти задачи. Но мы с вами говорим естественную речу, также мы и пишем естественную речу, и понимать это гораздо сложнее. Так вот, появилась эта проблема и проблематика, и NLP стал под направлением машинного обучения. Вообще в любой подзадаче машинного обучения все дробится на некий pipeline. Пайплайн — это некий конвейер, который состоит из последовательных блоков под задач. Эти блоки могут вымещаться, исключаться, либо меняться местами, неважно. И сейчас мы на примере конкретного текста с вами посмотрим, как конкретно работает алгоритм NLP. Берем рандомный текст про… Нет, взяли. Про Лондон. Это текст взят с Википедии. Здесь бла-бла-бла-бла-бла. Несколько полезных информаций про Лондон, кем он основан и где он находится. И начинаем его обрабатывать по pipeline NLP. Первое, что мы делаем, это дробим текст на предложение. У нас получается три предложения. Каждый имеет свою отдельную смысловую нагрузку. В рамках фреймворков, которые работают с этим, это делается либо по знаком пунктуации, либо точка означает конец предложения. Ну а также есть, используются более продвинутые алгоритмы, когда сеть смотрит на слова, соседствующие рядом и так далее. Из этого делает какие-то выводы. Второй шаг pipeline — это токенизация. Мы выделяем, мы взяли первое с вами предложение. Вот у нас первое про Лондон. С ним и работаем поэтапно. Делаем токенизацию, отделяем каждое слово по отдельности. То есть мы дробим это на существительное, делается предельно просто. Как правило, это либо знак пунктуации, либо пробел. Здесь никаких сложных алгоритмов не используется. Третий этап pipeline — выделяем части речи. Нам нужно понять, что это. Существительный глагол, прилагательный союз и так далее. Здесь на этом примере мы разобрали конкретное приложение, выделили какие-то части речи. Как это делается? Делается это либо по каким-то готовым таблицам, либо опять же в фреймворке они обучены на миллионах и миллионах слов. Большие датасеты обработаны, они прекрасно решают эту задачу. Следующий этап. Мы делаем лематизацию. Вообще лемма — это изначальная форма слова. Так вот мы в нашем предложении, оно достаточно тривиальное, мы испоменяли только на би. В русском языке гораздо все сложнее. Я постарался написать то, что в существительных мы приводим все это к именительному падежу единственное число, мечами — меч. В глаголах мы делаем инфинитивную форму, читали — читать, разговаривали — разговаривать. И в прилагательных — единственное число, именительный падеж — мужской род. Это лемма. Мы приводим к этой лемме начальную форму слова, с ними дальше и работаем. Пятая часть. Мы ищем стоп-слова. Это больше актуально для английской речи, потому что в русском информационного шума немножко меньше. В английском это артикли, the, a и так далее. Они нам не нужны. Мы их исключаем. На скриншоте, который я показал, это достаточно видно. Мы исключили из стоп-слова. Надо быть аккуратнее со стоп-словами, потому что микрофоны тоже на них действительно отключаются. Исключили. Идем дальше по пайплайну. Актуально особенно для англозичного текста, потому что там много информационного шума. Шестое. Самое интересное — парсинг зависимости. Что это такое? Мы в каждом предложении ищем родителя, логическую взаимосвязь, а также мы ищем некие определения слов, потому что мы должны построить древо. Кто от чего зависит, кто является определением того-то. Очень сложные алгоритмы используются внутри. Я предлагаю вам, преза моя будет доступна потом, попробуйте это самим. Есть клевая демка от Spacey. QR-код, ссылка. Заходите, вводите свои предложения. Очень прикольно строят. С этим забавно просто поиграться. Из пункта 6 парсинг зависимости вытекает следующий пункт, который называется группировка токенов. Группировка токенов — это группировка существительных. Мы с вами на одном из первоначальных этапов сгруппировали их в существительные отдельные блоки. Мы их выделили. И, условно говоря, мы, исходя из предыдущего пункта, когда мы уже знаем, кто есть чей родитель, где определение, где логическая связь, мы группируем их по каким-то причинам. Зачастую этот блок исключается, является ненужным, но он все равно является неотъемлемой частью такого, знаете, стокового, дефолтного пайплайна в рамках решения задачи NLP. Дальше. Мы делаем самый, по-моему, интересный пункт — это распознавание именованных сущностей. Он еще называется named entity recognition — NERV. В нашей речи есть какие-то пустые слова, а есть слова, которые имеют смысл. Например, это могут быть географические сущности, это могут быть валюты, имена, названия продуктов и так далее и тому подобное. Также алгоритм NERV по готовым таблицам может внутри предложения определить то, что, ага, Лондон — географическая сущность, делаем отметку. Ингланд — туда же, United Kingdom — то же самое. Это необходимо для того, чтобы наше предложение начало наполняться смыслом, и мы не только раздробили его на какую-то структуру. Как только мы это сделали, как только мы это сделали, у нас появляется смысл. Также я хочу сказать то, что умные системы NERV, они не только залазят в таблицы, они могут также, они смотрят и должны смотреть на слова, стоящие рядом. Потому что вот, например, на примере есть очаровательная Dakota Fanning и штат Dakota на севере США. И умный NERV-алгоритм должен определить Dakota Fanning от штата. Это важно. Восьмой этап пайплайна. Кстати, да, тоже поиграться, будет QR-код, вводите свои предложения. Я, кстати, пробовал вводить что-то, связанное с астеристом, и он определил его как продукт. Работает. Попробуйте, QR-код доступен. Восьмой пункт пайплайна – разрешение кореференции. Это последнее сложное слово, обещаю, потом будет проще. Кореференция – это, условно говоря, вернемся к нашему изначальному тексту. Лондон – это столица. Как вы помните, мы разбили его на три предложения, и мы разбираем предложения, каждое поэтапно. Если мы вернемся и дойдем до третьего предложения, то оно звучит как «It was founded by the Romans». Это было основано римлянами. Что это? Не совсем понятно. Сеть не поймет это без кореференции. Кореференция – это некая взаимосвязь того, что это – это и есть Лондон в контексте этого всего текста. Именно это решает задача кореференции. Она связывает текст внутри, чтобы он наполнялся смыслом и не выглядел разнородно. Также можно поиграться. Демка доступна от Hugging Face. Ребята разработали. Вот я решал какую-то задачку, у меня действительно что-то закинул, и там очень хорошо определила взаимосвязь, местоимение с тем, о чем я говорю. Итоговый пайплайн нашего NLP. Подытожим все пункты, которые я озвучил. Первое – сегментация предложений, разбиваем на предложения. Второе – токенизация, разбиваем на существительные, делаем их отдельно. Определяем часть речи, глагол, существительные, местоимение, союз и так далее. Лематизация, приводим к изначальной форме. Стоп слова, ищем информационный шум удаляем его. Парсинг зависимости, делаем родителя, логические взаимосвязи, определения и так далее и тому подобное. Группы существительных группируем, исходя из предыдущего пункта. Именноеванные сущности определяем, географически привязанные объекты, людей, продукты, валюты, даты и так далее. И разрешаем кореференцию. Вот, собственно, и все. Так это и выглядит. Именно так чат-боты понимают, о чем мы говорим, даже если мы общаемся на привычном нам с вами ебанке с ними. Я сказал стоп-слово, нет? Опять что-то заглючил. Окей. Что сделать, чтобы попробовать? Я много наговорил про это. Так как мы находимся на конференции, посвященной open-source продукту, то и решение должно быть тоже бесплатное. Потому что enterprise решений, которые стоят как чугунный мост, достаточно много, о них тоже упомяну. Первое. rasa.com. Эти ребята дают вам бесплатно свой фреймворк в связи с NLU-лгоритмами, который вы можете попробовать. У ребят где-то полмиллиона загрузок, у них очень активная комьюнити, где-то 3,5 тысячи человек очень активно чаятся на форумах, можно задавать вопросы, получать ответы. Здесь ребята привели базовый workflow, как работает их алгоритм, как работает их фреймворк. Все достаточно просто. Человек обращается за заказом пиццы, например. Фреймворк определяет интент этого запроса. Кстати, интент – это некий смысл запроса. То есть мы, условно говоря, написали «Привет, хочу пиццу, накатами меня». Нам не нужно анализировать отдельно эти слова. Мы должны понять тематику. Вот интент – это как раз смысл того, что он сделал. Здесь интентом является order pizza, то есть заказать пиццу. Он дает 92% уверенности в этом и дает следующий шаг – спросить про топпинги, хочет ли он еще сыр, хочет ли он ананасов и так далее. Также есть крупные интерпрайзные решения, такие как чат-навигатор от CRT используется в интерпрайзе. Недавний продукт. Есть Genesis, который разрабатывал такие вещи. и хорошо достаточно их решает. Вот, собственно, и, наверное, самые главные флагманы. Вот, собственно, заканчивая свой доклад, хочу сказать, что общайтесь со своими потребителями на одном языке. Подрастает платежеспособное поколение, с которым надо искать общие точки взаимодействия, экосистемы. Будьте современными, технологичными и спасибо вам за ваше внимание. Спасибо. Вопрос, пожалуйста. Я хочу подарить пакеты всем вам, но не выйдет. Да. Можно, да? Да, конечно. Алексей, вопрос следующий. Это неплохо выглядит и звучит, когда у нас красивый английский текст, написан правильно, со всеми знаками припинания. Но вопрос в следующем, что поколение Z в чате общается вряд ли целыми предложениями, особенно по-русски. Да, конечно, сокращения. С ошибками, со всякими сокращениями и так далее. Как обстоит дело с этим? Очень просто. По готовым таблицам. Условно говоря, формат этой лексики, которой они используются там, норм, ок и так далее. Я не знаю, я, к сожалению, не в тусе. Мы можем формировать датасеты и устраивать таблицы, по которым мы будем понимать смысл конкретного этого слова. То есть, условно говоря, русский, да, вы абсолютно правы, то, что он английский текст, он такой сферический, вакуумный, такой в лабораторных условиях классно его исследовать. Но когда представитель за это вам пишет, действительно, мы можем формировать таблицы, по которым мы будем понимать смысл того или иного запроса. Например, там, кто-нибудь, подскажите слово, которым пользуются они. Вот кто тут 96-го года? Вот, ладно, собственно говоря, да. Это сделать можно по таблицам. Нужно обучать свою нейронку, конечно. Насколько это, ну, к разному языку сложно, к русскому, китайскому, и так далее. В мире 5000 языков, по-моему, больше даже. Это сложно, действительно. Надо обучать конкретно, нужно это делать, под каждый запрос это делается. Насколько я знаю, на конференции присутствуют ребята из V11. Вот, с ними можно поболтать, они реально внедренцы, они действительно, у них есть свой продукт, но, по-моему, бэкграунду это делается, собственно, так. Это сложная задача, но ее нужно обучать. Также оно запускается, начинает обучаться. Например, у Аэрофлота у них был голосовой помощник, который поначалу спрашивал тематику вашего запроса, вы ему что-то говорили, и он даже не смотрел, на что вы говорите, и все равно отправлял вас на оператор. Он просто учился, и этот, по-моему, процесс длился два года. Что-то такое, по моим данным. Так и тут. Он что-то ему напишет, он запомнит это, разобьет на токен и занесет таблицу для дальнейшего анализа. Примерно так. Михаил, у меня всего один вопрос. Вы упоминаете чат-боты и не упоминаете диалог флоу? Михаил, это вы. Все, я понял. Да, мой доклад не включает, собственно, диалог флоу. Я так понимаю, вы эксперт по диалог флоу? Ну, скажем, с чат-ботами я очень хорошо знаком. Но диалог флоу, это мастодонт с чего еще начиналось. Слушайте, да. Я не внес это в итоговый слайд. Возможно, это имело смысл сделать. По-моему, вы в том году об этом рассказывали, если не ошибаюсь. В том году, да. Да, имеет смысл. Я предлагаю передать вам это. Ладно. И так далее. Хороший комментарий. Вот забирайте пакет сразу. Может, мы хотя бы для притча послушаем вопрос Дмитрия. Вы говорили, сначала сказали, что вы расскажете немножечко про open source решения и расскажете про платные решения, какие бывают. И не вы сказали. Как нет? Смотрите, rasa.com. Решение, которое вам дадут бесплатно. Да, вы сказали платные. Нет, у них, смотрите, у них есть community-based поддержка. То есть вы просто скачиваете. Ну, неважно. Rasa.com. Моя преза будет доступна. Про них, да? Да, смотрите. Это open source. Они вам дают бесплатно его скачать. Запишите rasa.com. В презе будет бесплатно. Но у них также есть и коммерческие продукты. То есть им за счет чего-то нужно коммерциализироваться, монетизироваться. И они вам просто дают то же самое, почти то же самое, но с расширенным SLA. То есть у вас будет поддержка, гарантии, если вы enterprise, это важно. Вам просто будут поддерживать. Вот это open source. А дальше я сказал про CRT, чат-навигатор, Genesis. Это стоит как чугунный мост. Вот. Вот первый это open source. Продолжение следует...